Карты, деньги, все, что имеет прямое отношение к нашим с вами кошелькам. 49 миллионов штук, столько карт национальной платежной системы МИР выдана нашим гражданам. То есть такая карта есть у третий россиян, даже чуть больше. По данным НСПК, карту МИР выпускают все крупные банки страны, всего 161 банк-эмитент. Больше всего МИРа выдали в Сбербанки, в ВТБ, ну это крупнейшие банки страны, логично, и в Почтобанки. В пятерке также Газпромбанк и Российский национальный коммерческий банк, крупнейший банк Крыма. Причем количество выданных им карт совпадает с числом проживающих в Крыму 1 миллион 967 тысяч человек. Большинство выданных карт МИР дебетовые, потому что это зарплатные карты бюджетных учреждений и карты для получения пенсии и пособий. В следующем году, по информации оператора национальной платежной системы, банки постараются продвигать карту МИР среди тех, кто выбирает банковские карты самостоятельно. Карта рассрочки от Альфа-банка вместо денег уходит из торговых точек уже в декабре. Банк сворачивает этот проект, посчитав его низкодоходным. В отличие от других подобных, это совесть у Киви и Халва от Совкомбанка, картой вместо денег можно было расплачиваться в любом магазине с терминалом приема банковских карт. А почта банк, наоборот, наращивает долю посткредитов. Это популярны продукты потребителя. По подсчетам группы Фэнгрупп, банки, у которых есть карта рассрочки, нарастили объем использованной судной задолженности по всем кредитным картам за год почти в два раза. А те, у кого нет карты рассрочки, всего лишь на 12%. Ну, напомню, проценты клиента – доход банка. ВТБ первым на Дальнем Востоке запустил эквайринг Алипэй. А первыми, кто подключился к проекту, стали торговые сети Невада Групп, гипермаркеты Самбери и мини-маркеты Раздва. Пользуются сервисом только граждане КНР. Почему банк запускает его? По информации руководителя розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольги Некрасовой, за последние 4 года поток китайских туристов на Дальний Восток удвоился. А по словам генерального директора Невада Групп Юрия Егорова, средний чек у туриста из Китая в 2-3 раза выше, больше обычного. Запуск сервиса Алипэй в торговых точках региона позволит жителям КНР использовать привычный способ оплаты покупок. Раньше он был доступен только в Москве, Санкт-Петербурге и в Иркутске. Экономика всюду, следим и участвуем.